ребят всем привет немножко нетипичный ролик на нашем канале сегодня ведущий не я сегодня я в роли гостя на трансляции матвея поэтому кто такой матвей коротенькое резюме первое это совладелица учредитель волкова второе это один из четырех преподавателей на индивидуальном пакете обучения ну а также это топовый трейдер так что поехали разбор сделок матвея прошлую неделю по таким сделкам как пробои вот были классные пробои не только уровней но и от их а вот как многие просили в комментариях вот делаю такой разборчик слэш обзор решил что одному будет записывать скучно да и в принципе я не такой профессиональный спикер или как это можно назвать чтобы час сидеть вам интересно про что-то рассказывать вот поэтому позвал сашу виде мы всем привет ребят да будем вдвоем вещать вот саша будет задавать я думаю наводящие правильные вопросы и будет не так скучно да и решили немножко подразбавить вот эту осеннюю хандру где рыночек когда у нас ожидался там оптобр так называемый месяц когда у нас рынок разгоняется оптобр что-то нихрена не оптобр да и большая часть там топовых скальперских сообществ у крутых ребят очень скромные результаты я не буду скрывать у меня в этом месяце результаты тоже очень скромные да и будем честны я сейчас гораздо больше сконцентрирован на том чтобы доделать подготовиться к потоку обучения вот поэтому вдвойне будет интересно посмотреть как матвейчик развалил этот месяц я сам сделки еще не видел но обо всех результатах разумеется в курсе что торгуем с матвейчиком вместе что матвейчик тебе слово получается я думаю с того как будет правильно начать как вы можете видеть тут на экране я собрал 4 видосика вот ко всем сделкам есть видео не везде здесь видео полное в некоторых сделках там получались какие-то технические проблемы в виде того что поставил на перезагрузку компьютер на обновление забыл что был включен ОБС там запись резко прервалась и к сожалению там не записался большой отрывок времени который стоял сделки но в принципе тут фрагменты есть какие-то я специально обрезал потому что я думаю не очень будет интересно смотреть на стаканы которые 24 часа просто болтаются влево вправо и в них висит поза вот поэтому здесь такие основные моменты но какие-то сделки там длились не такое там длительное количество времени как день или что-то типа такого вот поэтому там сделки по часу тоже есть которые в записи их просто можно будет быстренько промотать вот я думаю что можно начать с такого небольшого же матвейчик извини перебью накину вопрос слушай а как думаешь чем принципиально вообще вот этот месяц отличается там от предыдущих почему на этом рынке там возникают проблемы даже там у ребят вроде меня слушай ну мне кажется что это некое изменение рынка в отличие от летнего у нас все лето был боковой рынок как это обычно и происходит летом что собственно является свойством для этого периода и под осенью нас часто начинает рынок расхаживаться и вот сентябрь был так сказать чуть-чуть втягивающим месяцом где все еще было мало волатильности мало ситуации можно было супер супер выборочно торговать вот октябрь же хватало там и хватает до сих пор я бы так сказал инплеев которые растут пампят на участниках и так далее пробивает свои дыха похоже мы могли видеть в прошлом году когда у нас все лето рынок более-менее как-то ходил он тоже был вялым а под осень появлялась куча разных энплеев там монет с объемами и так далее поэтому я бы сказал что это изменившийся резко рынок вот который у меня я считаю получилось перестроиться и найти одну волну с ним слушай но ты же согласен с тем что там понятное дело у ребят с депозитами там от 100 до 10 тысяч долларов там проблем не должно возникать там на любом рынке то есть скальперские ситуации неэффективности они будут всегда но ты ведь согласен с тем что для ребят у кого депозит там 50 60 или больше тысяч долларов этот рынок но он не совсем то и скальперский то есть это не какой-то большой натор это не какая-то супер невообразимое там количество неэффективностей то есть здесь немножко все иначе до 100 процентов потому что это не только из-за того что там если у тебя много там или там депозит побольше то ты не помещаешься в стакан и думаешь такой ну зачем торговать себя не помещают стакан скорее больше про то что тебя уже нет необходимости каждый день собирать какую-то свою копеечку потихоньку раскачивая депозит ты просто понимаешь что тебе нужно конкретная там ситуация на рынке конкретная волатильность и нету смысла сидеть целый день 10 часов перед монитором что-то выискивать тебя будет намного там полезнее и профит не на дистанции там и как и для своего здоровья там самочувствие так далее там быть всегда в моменте готовым отдохнувшим восстановившимся торговать там волатильность как ты просидел и там извиняюсь целую неделю по 10 часов торгуешь что-то пялое и потом возникает монета in play а тебе просто хочется спать и из-за этого ты совершаешь ошибки то ты конечно отказываешься от того чтобы просто сидеть гипнотизировать стаканы в боковике и выискивать свою одну ситуацию в день но ты же помнишь период когда у нас началась вот эта фейковая бычка когда микростратеджи начала там закупать биток сейлор все все-таки ее поехали наверх как бы там даже самые старые льты подходили к своим там большим дневкам и казалось мы уже там все в шоколаде и вот в тот период как раз была солана когда там дело об ftx и начало двигаться то есть начали выкупать солану и ты же помнишь то есть ему можно было скальпить делать все то же самое что на небольшом депозите просто на какой-то космический объем там вплоть до ляма долларов спокойно грузить в какую-то небольшую неэффективность там и ее просто забирать там процентик полтора ты же помнишь этот период согласись то что сейчас отличается сильно мне вдвойне интересно как ты подстроился она отличается я не знаю мне кажется что в принципе рынок фрактальный и она более-менее похоже на прошлой осень все тоже начиналось не с того что нас пампел из солана пампел из орди в которых в стакане можно было буквально там на миллион переворачиваться по два-три раза в минутку и ты бы не чувствовал себя как-то некомфортно там если мы говорим про солан то это я думаю сумма еще больше это было ближе к новому году а до этого у нас там ходило много монет который там тогда был мне кажется расцветы финал пампа в двф после этого я их мало видел я честно не помню точно тикер на всякие там хай-фай какие-то честно я не помню тикеры вот уже прям и было 98 там тоже трб безлимит нагрузишься куча монет которые не были такими классными там как тот же соляный орди в которых нельзя было стоять на огромный объем типа рынок потихоньку просто перерос в бычью фазу там плюс биткоин поддержал а сейчас у нас там биток перманентно стоит боковике никакие тяжелые монеты вообще не двигаются единственное там я думаю ты помнишь за последние месяца три когда куда тяжел вес начинает ходить это когда выходит какая-то новая связанная с и тефа будь то соляна риппл и ток поехали что угодно тяжелое в последнее время ходит только на новостях буквально там летом помнишь тот же риппл и то слушай мы уже все запуганы мы уже все запуганы когда выходят новости и тэфи первое о чем мы думаем что это фейковая новость про это да мы думаем что сейчас подшартить потому что сейчас скажут что это фейк опять там подкупили сотрудника блумберг или какого-то другого авторитетного издательства вот но вернемся к основной нити разговора я про то что я примерно понимал то что осень скорее всего не начнется по щелчку пальца активный как ты говоришь обтобер но факт в том то что люди летом отдыхают а остальное время они там пытаются заработать себе на пропитание на хлеб остается финансовый сезон да финансовый сезон как бы люди приходят на рынок с целью заработать и там если люди приходят на рынок с целью заработать не означает что они заработают означает то что могут заработать другие также вот поэтому возникает некая активность на рынке. Зарабатывают те, кто сидел все лето и мучился. Зарабатывают те, кто уже готовы просто забирать бабки. Те, кто морально уже готовы. У меня еще, знаешь, такая гипотеза есть. Но это так, ребятам, наподумать, и будем переходить, наверное, к роликам, потому что интересно посмотреть. В свое время, когда мы там все начинали как скальпера, первое, на чем учатся зарабатывать все парни, на чем раскачиваются правила какие-то неэффективности. То есть там летит палка в шорт, ты палку подобрал, забрал свои там 2-3 процентика и сидишь кайфуешь. И ты привыкаешь к вот этому. Там палка в лонг, пришортил, забрал. Палка в шорт, там прилонгил, забрал. Когда у нас начался сезон DWF-ов, здесь произошла четкая смена вот этой парадигмы, где тебе надо действовать в соответствии с тем, куда движется цена. То есть если палка летит в лонг и ты ее начинаешь шортить, тебя как бы убивает. То есть такая быстрая смена парадигмы, где надо было перестроиться, если ты делал это быстро и органично, как бы ты зарабатывал деньги. Вот. Ну и понимание, собственно, трендов. То, про что мы так часто говорим, про то, что это там очень важно. А сейчас, поскольку там активность DWF-ов, она чутка подуменьшилась, да и DWF-ы стали крутыми, жирными ребятками, у которых уже как бы и признание, и кэша на руках побольше. Их алгоритмы изменились, и сейчас скальпер обязан возвращаться к вот этой старой парадигме, где ты аккуратно выжидаешь определенные точки. Вот. Но сейчас их, разумеется, меньше. То есть расчет на что был? Что вот там начнется осень, и этих точек будет много. И те ребята, кто вовремя все понял, перестроились, как бы и на этом деле зарабатывают. Да, оно есть, да, оно работает. Работают те же там сайзы. Даже для таких жирных ребят, там, как ты, яды. Порой от сайзов находится место постоять, попердеть. Но то октябрь удивляет тем, что возможно появилась другая парадигма, где еще надо просто заходить и уметь стоять. Это тоже там я бы сказал взращивание определенной там психологической устойчивости к этому моменту, потому что делать это на рабочий объем порой бывает достаточно тяжело. Я бы сказал, что я пытался этот, так сказать, навык взрастить все время своей торговли, знаешь, там такая привычка, зашел там с основного счета, и надо еще с позиционного, ну, чуть-чуть зайти постоять. Ну, вот есть такое там что-то, с телефона тыкнулся, открыт там окей, сбайбит. Там любая сделка, ты хочешь попытаться, там, если тебе нравится формация, зайти с какого-то другого счета постоять. Так вот, ты заходишь, стоишь, потом смотришь что-то, через ночь перенес позицию, уже там, не знаю, более спокойно там относишься. Вначале там вообще, я думаю, многие вспомнят там, когда что-то только пытался кто-то тянуть, ты зашел в сделку и такой, так, ну, у тебя должен в ней стоять, ну, какой-то день, может два, может больше. И ты каждые пять минут проверяешь телефон как сделка. Ну, да, да, да. И от фазы того, что тебе просто страшные трясутся руки за каждый процент, ты переходишь к тому, что тебе вообще просто пофиг на сделку, ты понимаешь, что у тебя там есть примерно там понимание, где ты будешь крыться, понимание, где ты будешь выходить там ближе к убытку или без убыток. У тебя стоят алерты, и ты вообще не паришься о том, что происходит вот в промежуток от этих алертов. Пускай, там, не знаю, как что-то сорвался на графике. Ну, слушай, в принципе, с этого там и начинается. Возьми ребят, которых мы там на обучении обучаем, они говорят, слушай, хотим научиться тянуть. Там первое, что мы им советуем с тобой, это берешь второй маленький счет и на там, на одну десятую, на одну двадцатую от своего рабочего объема учишься там параллельно раскачивать этот счет, потому что там путь скальпера и путь потянуть, это колоссально там две разные психологии, на мой взгляд. Я бы сказал, что разные психологии, но которые потом срастаются в одну, потому что если у тебя не получится более-менее перестраиваться под путь, где ты как более-менее какие-то там движения вытягиваешь, у тебя просто не получится помещаться в стакане на такой большой объем. То есть не будет смысла зайти на процент, зайти с целью забрать процент, если ты только там собираешь спреда на 0,8, войдя и выйдя. Нету смысла. Ну согласись там, чтобы вначале начать вот этот долгий путь от перестройки, от пипсования, потянуть к пониманию тренда, вначале ты разграничиваешь две этих психологии и взращиваешь, грубо говоря, вот ту самую пропотянуть. То есть там как рисками оперировать, как не смотреть на сделку, как там не переживать, не трястись за нее. А уже потом, когда у тебя сформировались два разных пласта психологии, ты как бы сращиваешь. Но все равно мне в моменте все равно тяжело бывает там это делать на объем уже старых. На самом деле я не могу сказать, что стоять в сделке на какой-то объем с целью, это легко. Я вот здесь три сделки, четыре сделки, я скажу так, в двух из них, когда я стоял, мне кажется, у меня пульс был под 150. Но это вот знаешь, что момент, когда я только в сделку вошел, и вот есть момент там взять стопа через минуту, то есть если она там сразу же начинает вкатывать. вот, и в двух из этих сделок у меня прям было такое то, что просто сердце бьется, думаешь, ну сейчас вылетит. Потом она чуть катя в зеленку, так сказать, откатывает и такой выдохнул, умылся, такой так, все, сейчас все нормально. Вот поэтому я бы не сказал, что это прям настолько с холодной, с холодным просто душой, без эмоций стоишь. Конечно, какие-то там проскакивают эмоциональные моменты. Вот на этом все нужно... Я, кстати, с собой внутренний диалог всегда в таком формате веду, то есть знаешь, там все самые главные вещи в жизни, они контуринтуитивны. То есть пока ты там стоишь в сделке, и тебе все больше и больше и больше прибыли дает, тебе терпеть легко. Но как только она начинает вкатывать, тебе начинает быть плохо. Поэтому если я стою в сделке, и начинает потихоньку наливать, 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 я задаю себе вопрос, как я эмоционально буду себя чувствовать, если она начнет вкатывать. Чтобы предупредить свои эмоции, то, что мне некомфортно будет терпеть вкат на этот объем, и призакрыть часть не на вкате от того, что мне плохо, а призакрыть часть, как бы предупреждая будущее своей эмоции, что мне будет как бы неприятно, некомфортно, то есть призакрыться, пока цена все еще растет. Да, я рискую потерять какую-то часть прибыли, но я предупреждаю свои эмоции. Вот, я бы так сказал. У меня чуть-чуть другое мнение на этот счет. Я зачастую, когда вхожу в сделку, я понимаю, что у меня есть цель, до которой я буду стоять, и вариант развития событий, который позволит мне закрыться до этой цели, он обычно супер маловероятен. И когда для меня доходят такие мысли, что мне нужно частичку где-то подскинуть, чтобы там на вкате меньше волноваться, скажем так, я обычно такие мысли пытаюсь убрать просто потому, что они доводят до того, что я закрываю сделку очень быстро, а потом она идет по целям. И у меня такое было много раз, и я говорю, ну вот серьезно, вот столько раз тебе вкатило, столько раз тебе вкатило, ну реально, ну ни разу не вкатывало, а ты каждый раз этого боишься. Возможно, просто стоит как бы принять этот страх и перебороть его страхом тем, что ты никогда не закроешь сделку по целям, а у тебя всегда там, не знаю, в два раза меньше, чем цель закроешь. Вот поэтому я стиснув зубы, пытаюсь как бы это перебороть. Хорошо звучит, даже хочется вставить какую-то цитатку из бойцовского клуба. Да, наверное. Ничего не приходит в голову. Короче, я думаю, не будем... Ну что, поехали. Да, будем переходить к сделкам. Я не буду сразу там показывать видео, или там сами сделки. Я начну с вводного по графику, чтобы люди примерно хотя бы понимали, где была совершена сделка, имели какой-то ориентир, так сказать, могли сами это посмотреть на графике. Монета Нейра. Буду рисовать, потому что... Потому что могу. Нейра залистилась, там свежий листинг, монета на эфириуме, что очень странно, которые начали пампить раньше, не знаю, на соли пампили, на троне у нас были локальные тренды. Листинг, выход из формации раз, рост, проторговка, число 0,1, закрепление, опять выход. Встали в длинный боковик. Пока стоим в боковике, объемы там не падают, в принципе, 500 миллионов за день, что в целом, в целом для листинга является плохим, ой, хорошим. Потому что большинство листингов у нас как выглядит? Монета залистилась, первые 15 минут она поторговалась выше, и потом она вот так вот просто укатывается куда-то вниз. Там далеко ходить не нужно. Любые там фламстеры, все что-то. Там примерно она стоит. Недельку она примерно стоит, как будто вот первых хомяков сбрасывают, то есть стадия накопления монет чуть пониже цены листинга, и уже потом есть какая-то там, знаешь, вероятность на разгон. Тоже замечал эту историю. А здесь вот такая вещь, что монеты сразу росли, с листинга начинают пампить. Это 100% притягивает внимание. И если пока мы находились где-то тут и тут, я для себя не видел каких-то конкретных точек, знаешь, прям, то, чтобы там зайти, постоять, да, там, торговал 0.1. Единственная точка, которая была за все время, возможно, у меня там и сделок по нейро до этого. Но перейдем к тому, что я торговал. Далее, как видим, здесь проторговка, проторговки наклонка. Хотелось бы вам сказать, что я стою с этой наклонки и тяну на алын, но нет, конечно, такого не существовало. У меня стояли алерты под хаем, вот даже каскад хаев. Все, стояли здесь алерты, алерты пришли, все, я открыл там монету, начал ее торговать. Начинается рост, начинается накачка объема, там уже лярдик второй начинает набегать объемы монеты, что в принципе для неизвестного никому щитка, не проекту какому-то тяжелому, который там что-то листился, это не какой-нибудь АПТ, который там все ждали, или там СУИ по типу этого, просто рандомный щиток, который запампились на DEX, и потом залистили на CEX. Вот. Где ты заходил? Где ты заходил? Вот первая сделка про вот это вот хаев. Мне, кстати, интересно, а ты видел вот четыре каскада этой наклонки? То есть видишь там четыре каскады глобально. Ты вот про это? Да, да, да. Я видел, Сань, но... Раз, два, три, четыре. Я говорю, у меня стояли алерты просто. Я за монетой прямо не следил вот отсюда, не искал точку на вход, скажем так. Хотя, возможно, стоило. И у меня четкое понимание, что весь рынок стоит, а весь рынок тогда реально стоял. Питок в боковике. Ни одна монета вообще не ходит на объемах. Какой-то максимальный шлаг летает. Какой-нибудь эти, эгген, какие-то дегены, какие-то просто ужас, который стакан откроешь, и вот сразу же его хочется закрыть и забыть, как страшный сон. А тут монета, которые вообще не сливают, удерживают, да еще и на объемах подходит к хаю. Плюс как бы не один хай, может, и видно из-за наклонки, у нас в целом два хаечка. Плюс это АТХ, который как-никак там настоялся уже две недели. Две недели, получается. Я понимаю, что у нас вероятность того, что с этих отметок монеты начнут гнать куда-то выше, ну, скажем так, большая. В моей голове она выглядела как что-то около там 80-90%. Вот. Ну, я решаю брать пробой этих отметок, соответственно. У меня, к сожалению, именно начала этого видоса нет, потому что тогда Rebootal.com. Вот. Но есть все в ТММе, поэтому у меня есть закрытие этой сделки. Вот закрытие уже было там позже через какое-то энное количество. А ты там с ретеста заходил? С ретеста, получается, уровня уже? Че не? Не-не-не, вот. Вот. Берем в пробой. Давай я тут открою пятиминутку. Видишь, там, видишь, у тебя уровень красиво нарисован, там в моменте потом ретестик был. Вот мне интересно, ты с него или нет? Ты с него или нет? Или ты про тут? Ну, в ТММе нету, да, вот. Видишь, там потом ретестик был. Я вышел, вот тут сделка была закрыта. Ага. Красота. Это выглядит мало, но 6 часов. При учете, что 9 утра это выход из сделки. Я с 3 ночи до 9 утра сидел. Просто представь мое состояние. Было бы это днем где-то лайтово. Ночью сидеть спать хотелось невозможно. Сидимся в чате волкови, торгуем. На каждый перехай просто хай, 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 закол. И ты на каждый закол подходишь, компон опять вкатывает. И ты просто не можешь уснуть из-за того, что алерты постоянно. Ладно. У меня была похожая история. Я там в 9 часов вечера там прихожу в Москва-Сити, когда я в офисе там еще сидел поторговать. И выхожу на следующий день из офиса в 4 вечера просто убитый. Не спавший, не евший. Я там на полу чуть ли не спал. Там такие бинбаги стояли, кресла. А у меня поза была по битку, наверное, 30 битков и там 250 или там 300 лотов эфира. И я ухожу, потому что мне все вкатило, я закрыл лося. И я ухожу, короче, спать. Я ухожу спать. На утро я просыпаюсь, а там, типа, ну, представляешь, я без задних ног спал. То есть меня ни один алерт не мог разбудить. Да, аналогично. А оно скомануло, а я в шортах стоял. Я, кстати, помню даже эту ситуацию. И я помню фотку твоего лица, который ты мне скидывал, когда у тебя лицо настолько красное, что мне кажется, что, я не знаю, ты плакал, не знаю. А, точно. Мы же уже тогда с тобой знакомы были, мы же уже общались, да. Я помню, я даже помню эту сделку, в которой ты скроул. Минутка на столе. Короче, мы начинаем подходить на объемах. Я вот где-то тут мне приходят алерты, я монету замечаю. У нас начинает перед основными хаями, перед ДТХ, перед также круглым 14, которые за хаем, формироваться проторговочка. Такая красивая поджимочка в виде треугольника. Ну, ГЭХ с этой поджимки не зайти до хая. 2% для монеты, которая там палками рисует по 3-6%, это как бы, ну, вообще. Вообще легко. Поэтому... Красивый треугольничек продолжения на тренде. Поэтому... Войнот, войнот. И еще один, как бы, дополнительный факт. 3 часа ночи в фондос. То есть, пробой треугольника ровно под разгон фондоса. От фондоса добавление вверх, и здесь появились в стакане две переставляшки по ляму баксов. Еще одно добавление, вот было сделано 13500, стоял где-то в сумме уже, там, не знаю, ну, получается, три пачки, я бы так сказал, три пачки. В целом, я бы хотел добраться, там, до пяти пачек. Стою на три пачки, бам, съедают одного, бам, съедают другого, потерял большую часть позиции. Потерял, и как только мы их разъедаем, знаешь, там, из тех маркетосов, которые... Ты в разъедах этих переставляшек решил подвыйти чуть-чуть? Я подвыйти решил, потому что я набрал такой большой объем, только потому что они были, ну, представь, там, подход к уровню, начинаются эти сайзы, вот они стояли тут, переставился один, там стоит, 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 переставился другой. И, в принципе, два миллиона долларов тогда в стакане нейро были довольно большим сайзом, потому что, ну, монета еще не на таком пампе была, как сейчас. То есть, это она уже оттуда, уже оттуда монета запампилась, там, на сколько? На 70 процентов. И сейчас в ней, там, есть какие-то сильные объемы. Раньше прям таких вот огромных объемов в ней не было. Вот поэтому я подвыйти... Знаешь, это такая ловушка, типа, психологии. Короче, на рифе есть алгос, и, ну, тоже переставляшка, там, под 300 тысяч долларов переставляшка. И я каждый раз, типа, в него захожу, и захожу больше, а по рифу, знаешь же, стакан дырявый, сейчас процентаж, как бы туда-сюда, 10 процентов в любой момент может выстрелить. Тик еще дорогой. Ты стоишь, 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 и мы стоим у этой переставляшки и не двигаемся. И прикол в чем заключается? В том, что ты набираешь большой объем, потому что ты можешь выйти в переставляшку, потому что у тебя есть поддержка, но пойдем мы выше, только когда этого переставляшку съедят, произойдет импульс вверх, и появится вторая переставляшка. Ты это знаешь, но ты обязан выйти. Да, потому что, если ты не выйдешь, то тебя может протянуть на весь стакан. Тут же такая ситуация. Вышел, сразу же перезахожу, передобавляюсь в перехай, и вот он отыха, вот я добавляюсь еще в отыха. Все. Тут я стою со средней, не очень хорошей, потому что тут вот значимая часть объема. Вот я натыкался в хай, вот моя средняя. Представь мое лицо, там стоишь на полмиллиона в нейро, а стакан пустющий просто. И ты стоишь, и тебе до того, чтобы катила зеленка, там, ну какой-то жалкий процентик. На полляму уже в этот моменте стоял. Или на 400 тысяч, что-то в этом диапазоне, насколько я помню. Блин, серьезно, серьезно. А на нейро уже тогда завезли объемчики, то есть было во что выйти? Не помню, честно. Вот. Потому что на хаях там, потому что, знаешь, извини, перебью, на хаях по нейро уже завезли объемчики, пришли маркитосы, пришли все, и он стал достаточно ликвидным. Да, сейчас он достаточно ликвидный. Вот мне интересно. Ну, типа, процента 0,7 я бы собрал, может, 0,8, 0,9, чтобы выйти на такой. Ну, что-то мне подсказывает, что тебе было бы очень больно. Вот, мне было бы очень больно. И в этот момент, там, я стою впервые в такой пустой монете на объем, на который я бы хотел всегда стоять, думаю, ну, надо побольше заливаться. И сердце трясется, колотится. Я понимаю, что от ха, мы его закололи, ну, вот просто на, не знаю, 0,1, 0,2, 0,3, я не знаю, насколько. Сейчас с помощью магнита даже можно будет посмотреть. То есть, закол вообще несущественный. Это 0,6. Для пробоя от ха это ничего. То есть, если перейти на более глобальный таймфрейм, как бы, никакого закола нет. Это просто там волатильность в стакане. Это я перетерпел. Все, начинает лететь свеча. Я понимаю, что такой большой объем в рынок крыть я точно не хочу. Выставляюсь. А, изначально забыл сказать то, что цель сделки была дотянуть до пятнашки. То есть, как бы, я не ставил каких-то милициозных целей прям доставить до 0,2. Потому что, как бы, ну, смысл. Но такой большой объем... Потому что, как бы, объем 400 косарей. Да, да. Ну, типа, верит так сильно в идею. Пятнашка. Цель пятнашка. Раскидался лимитками перед пятнашкой. Там, знаешь, полистал стакан, и там просто сеткой раскидался. Тысяч по 20. Раскидался, до них не долетело. Вот тут не вкатывает до ретеста, сердце колотится еще сильнее. Потому что, как бы, ну, все вкатило. Рисовало, но вкатило. Я понимаю, что, как бы, ретест, сильные отметки, ничего не будет. Идем на перехай. На перехай я подскидываю, ну, тысяч, наверное, 300. Подскинул тысяч 300, просто понимая то, что мы сейчас можем вот именно такую картину закольную рисовать. Особо нет смысла, на ком ты заколе скинешься. Подскидываюсь, все. Дальше стоять вообще легко. Тут начинаются сделки внутри позиции. Пытался там дозайти от вот такой вот наклонки. Плюс в тахане стояли маркитосы. Пошло, вышел. Попытка пихнуть в хай, надежде, что мы пройдем на пятнашку. Опять-таки, не получилось. Попытка тут что-то протертить, зайти, тоже не получилось. Зашел, вышел, зашел, вышел. Короче, сильно ничего здесь, там, прям больших добавлений я не делал. Там, может, тысяч по сто кликался. Вот просто... Ты знаешь, та самая история, короче, когда мозгу тяжело объяснить, что сейчас проторговка, и сейчас вообще ничего не работает. А ты в позе уже долго стоишь. Самый действительный момент было просто в пятнашку зайти. Вот просто в пятнашку. Дождаться пятнашку круглая, как бы, и все. Первый там отложку поцеловала, потянула, второй вход, добавила на тот объем еще там сверху. Импульс я закрываю полностью позицию. И вот как раз импульс и закрытие позиции именно этот видос у меня есть, потому что комп где-то тут я перезапускал. Вот. Тут его уже запустил, понял, что видосу капец, очень сильно расстроился, но поставил заново запись. Вот. С этого момента я предлагаю видос глянуть. Вот. Переходим к нашему дождю. Рекорд заканул, наверное. Сразу такое осеннее настроение. Глаз тахочка дает. Вот оно, собственно, пятнашка. Первый раз отложку уже подубило. Стоит отложка еще сто тысяч в пятнашку. Тут в целом абсолютно пятнашки вообще нет. Мы его, видимо, до этого тогда скушали. Еще руками дотыкнулся. 300 тысяч суммарный объем с добавленным. Импульс. Скидываю 200. Ошибка, что не скидываю оставшиеся 100. Как бы зачем-то решаю их оставить. Вообще непонятно зачем. Как бы импульс был. Все, чего ждал, произошло. В целом импульс в пятнашку у нас там произошел, насколько я сейчас даже померю. Там 3-4 процента. Нормальный импульс. Тут я пойму эту ошибку и сделки выйду. Сделку закрою. Как-то так. Очень сильно выдохну и пойду отсыпаться. Вот. Это первая сделка. Бля, грустно, что не видно развитие всей ситуации. Видно, что как бы и объем хороший, и финрез, но, блях, так грустно, что обрезало видос. Да, да. За перезагрузки пока. Далее. Далее, 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 далее. Следующая сделка. Тоже панера. Следующая проторговка. Далеко как бы ходить не надо. Никакие там маленькие проторговки я не пробивал на объем. Видя, как оно их закалывает, понимаешь, что для такого же, для такой же хорошей сделки, вот ровно такой же хорошей сделки, должна ровно такая же хорошая проторговка. Что я вижу? Хай. Давай я даже часовик там открою, чтобы было там нет. Хай. Еще один хай. И круглая 0,2 сверху. То есть, что, ну, глобально, если смотреть там на ситуацию более с логической частью. Что у нас произошло? Накопление, две недели, выход, все те, кто заходили вот тут, вот тут, вот надалбливали, кто там, кто создал этот большой рост, они все, у них глобальная цель там, пятнашка, первая отметка там, ну, не такое большое движение, если ты позициончик и смотришь там, не знаю, на четырехчасовой график. Все дотянули. Особенно, если ты изначально нелик распихиваешь. Да, да. Тебе нужна ликвидка, чтобы пришли объемы, чтобы во что-то закрыться банально. Поэтому на это нужно, как бы, достаточно вырасти. Поэтому первая цель 0,2. И все при подходе к 0,2, никто же не думает, я сейчас ровно по 0,2 поставлю лимитку. Все понимают, когда я буду ставить лимитку по 0,2, заберут неизвестно когда, возможно, вообще не дотронутся. Поэтому все просто при подходе начинают скидывать. Отсюда и каждый закол хает. Закол, закол. Опять подошли, скинули. Вообще на пробулое повезли. То есть просто люди кроют свои позы. И вот когда люди уже закончили там закрываться позы, те, кто хотел закрыться, или те, кто закрыл там часть, которую они хотели закрыть, можно уже думать о пробое. Здесь у нас получается хаи 0,2. И ситуация будет развиваться. Где-то... Минутку открой, потому что там сделки будут. Ну, там вот эта сделка запускалась полностью. Опять-таки, ситуация чем похожа на прошлую? Если мы посмотрим первый вход в сделку, точно так же 3 часа ночи. Первый вход в сделку в той ситуации, первый вход в сделку в этой ситуации в 3 часа ночи на фондосе. У монете был характер, уже его нету, поэтому, я думаю, можно об этом говорить. Я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, короче, свою главную ошибку. Ну, это торговать в период американской торговой сессии. То есть я ту неделю торговал в период американской торговой сессии, ну и, соответственно, ночью я спал, потому что что? Потому что планерки, потому что чат, потому что комьюнити. Ну да, тут азиаты лудили. Ну да. Вот. Было такое поведение, что ее с фондосов начинали жестко выкупать, вывозить вверх. Я это прекрасно понимал. И второй раз, увидев такую точку, не смог от нее отказаться. Поэтому вот стаканы нейра. Для понимания, тут сразу открыто двое нейра, даже трое. Нейра на байбите, на него я просто смотрю, ничего не делаю, потому что, как бы, обычно байбит самые неликвидные. Бинанс логично, основные стаканы. И ОКХ. На ОКХ уже стоит отложка, планирую заходить на ОКХ, потянуть. Спойлер, я в него зашел, я в нем стоял, но оно мне все вкатило, очень обидно, выступило в самой лой на этом ретесте. Но ничего страшного. Как бы, и ты смотрелись. Сделка начинается, вот у нас 2.59, небольшие часики. А, Саша перекрывает часики. Я чуть-чуть перетянул нас с тобой. Двигай, двигай. Делай, делай. Делай. Все, вот часики специально этот обрезал ближе к фондосу, что были видны вот эти стаканы, нам важны стаканы Бинанса, 10 секунд. Преактивность на фондосе буду захотеть первым объемом. Изначально там понимал, что я, можно, беру не самый маленький стоп, но понимая, что эта пачка может дать мне хороший запас зеленки к хаю, я, в принципе, такой, ну, отстоплюсь пару тысяч, и отстоплюсь. Вот у нас произошел фондос, стоим на месте, появляется небольшая переставляшка покупки, ну, первую пачку. Идут, 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 идут еще покупки. Еще одну пачку добавляю, и сейчас еще будут эти покупки. Сколько тоже сотенчик был за новым? Полтосклик. И вот третья пачка добавил. Все. Я понимаю, что он мне сейчас подкатит и так далее, я готовлю стопиться, если что, за лой этого фандинга. То есть, я уверен, что есть такие же люди, как я, которые здесь зашли, если мы все начнем стопиться тут, скорее всего, мы будем стопиться примерно, когда всем катят, вот первым тем, кто зашел с фандинга. Поэтому просто стою. Фондос положительный, отрицательный? Никакой. Или там вообще никакой? Вообще никакой. Просто участник, который так, и так же заслал чуть на байпинете, ой, на кексе, вообще чуть видеть, до этого тоже пытался идти просто в хай, в самый лой выше. Ну, классик. Там объем 12 тысяч, 10 тысяч. Вот. Дальше, 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 дальше. Лучше вот так вот показать, чтобы было, почему, так сказать, видос показывать. Зашел с фондоса, вот они эти входы. Дальше хай. До этого монета уже, когда вот я показывал на графике, то, что мы подходили к 0,2, закалывали, было очень закольное поведение, даже этот хайок мы в первый раз закололи, просто потому, что она опять-таки все кроется переду льда. Любая возможность, ценник выше, классный вариант закрыть свою позицию. Потому что люди там вкатило на лой, вкатывало, там это с хая, ну, не большие откаты, там 17% на какой-то хороший объем. Можно ли их за это осуждать? Нельзя. Думаю, нет. А они правы. Потому что мы делали бы так же. Вот. Мы делали бы так же, да. Поэтому монета идет довольно запильно. Многие там знакомые писали, как ты вообще стоял в этом распиле. Поэтому я нахожу какую-то небольшую, просто локальнейшую точку, чтобы добавить объема, некую такую наклонку. Да, она кривая, да, она косая, да, на закольной монете просто как точка чуть-чуть поддобавится. Добавляюсь в нее. Я думаю, это на видео нет смысла там смотреть, ничего интересного там не будет. Дальше у нас идет подход к хаю. Хай 19500. Я вообще ни в какую не верю в то, что мы хай пробьем и полетим. Я вообще ни в какую не верю. Я даже больше скажу. У меня мысль, у меня мысль заключается в том, то, что у нас есть хай, вот 100%, мы сейчас с этого раза не пробьем 0.2. Я вот тут вот стою, сейчас мы хай вкалываем, я сразу же, если не вижу ни одной покупки вверх, я долблю control, летит вот такая вот свеча вниз, я ее переподбираю на этот объем и уже стою. У меня просто в голове была эта идея, потому что я просто не верил в то, что вот мы сейчас хай и оно сейчас пойдет. У меня как бы, я, так сказать, мозг готовился к худшему, поэтому я в этот хай не добавляю абсолютно ничего. Вот мы стоим, 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 и у нас просто чел по споту такой, ну, куплю намного. Вот эти стаканы. Вот сколько тебе уже дает по финрезам? Шесть. Немножко размыто. Шесть, шесть. Шестера, там что-то еще на кексе. Вообще копейки. Вот, просто мы стоим, вообще в хай не верю, мы стоим где-то далековато, закол, перезакол, вкат, перевкат, и просто сейчас в один момент чел такой, ну, дешево, покупаю. Бам, первый сайт, снесли второй, я думаю, еще прокид. Я понимаю, что в целом сейчас не летит шарфа. Я, короче, характер нейра, характер нейра, еще в такой ситуации обычно, типа, если вброс и не идет в ката, идет там, стоим, 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 вброс и вставится еще переставляшка может. Ну, оно типа, оно нужно было либо сразу пойти, либо сразу люди начнут выходить, там, те, кто хотели закрыться. Я вижу, что у нас потящее готов покупать, то есть для него этот ценник, это дешево. Все, я понимаю, я в хай не добавился, я уже хотел стоять, как бы, два раза больше, а я не стою. Я понимаю, что у меня будет прекрасно добавиться возможность 0,2, я бы в него и так заходил, но до 0,2 еще 2%, как-никак, а можно было стоять, как бы, уже, ну, отсюда, то есть до, вот отсюда до 0,2, 2,5%, 2,5% дополнительной зеленкой, которая, к сожалению, стил тоже. Ну, да, допустим, если ты соточку добавил, лишние 2,000 плюс. Да, да, я не считаю это ошибкой, опять-таки, просто я был уверен, что мы этот хай заколим, не закололи, ну, я тоже ошибаюсь, но риски для меня были чуть побольше. Подходим первый раз к 0,2, тремся, тремся, тремся. Это фондоса прям феноменально набрался, очень удачно. Да, да, в прошлый раз точно такой же, просто он сразу полетел, потому что был рядом. Подходим к 0,2, нас жмут, не отпускают вообще, понимаю, все, никакого закола 0,2 не будет, вообще ничего не будет, мы сейчас сразу его пробьем и полетим, потому что глобально шартисты не отстопились. Как бы есть уже и шартисты, которые от 0,2 нашарчивают, не только люди, которые закрываются. Стоим, стоим, поджимаемся, появляются опять эти маркитосы, вот эти, помнишь, что, которые я говорил, в которых я тогда выходил. Вот они тут же подставляются. Стоим, 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 подошли, потрогали их. Даже не съели. Да. Супер хороший знак. Супер хороший знак. не коснулись так чисто, поцеловали просто. Вот если бы маркитосы, о, слезали. Ну, их съели, я понимаю, сейчас выходить нельзя просто, их в прошлый раз тоже съедали, типа. Это как ловушка на рифе. Я, по-моему, здесь подкинул частичку, которая вот тут вот зашел. Типа 50 тысяч, просто потому что, даже не помню просто почему. Ну, в целом я его сейчас передобавлю, тут, не знаю, 0,4 потерять на 50 тысяч вообще не страшно. Стоим, стоим. Ну, сейчас просто в 0,2 пойдет. Ну, просто классический пробой круглого числа на тренде. Пум-пум-пум, кто-то скидывается, вообще не отпускает. То есть, по графику видно, что как бы нас кто-то не пытался крыться, его все равно выкупают до 0,2. Бам, добавил отложку. Все, стою. Понимаю, сейчас оно может не сразу пойдет. Соответственно, происходит импульс. Оно все летит, все ускоряется. Я понимаю, что это вообще не тот импульс, которого я жду, что пробой глобальных уровней плюс глобальные отметки 0,2 не может быть таким маленьким. Это не процент, не два. Я жду движения там, не знаю, примерно в проценты там, хотя бы 4, скажем так. Видишь, ликвидность уже чутка завезли на монету, то есть, ее уже начинает участнику не так легко прям распихать. То есть, уже вот на стакан настроен так, что 300 тысяч уже, я чутка по-другому настраивал стакан, не так, как ты, но 300 тысяч там уже, полное заполнение строки. Раньше было там 100, может 50. Вот. В целом, тут видео смотреть, целые там оставшиеся 50 минут нету смысла, поэтому просто будем смотреть это ТММи и ситуации, которые там нужно будет объяснить более подробнее. Но ты же подмотнешь показать работягам, чем закончилось. Вот эта пачка, осталось, если глобально 50 тысяч. Вот оно, собственно, пробивает нужду вам и происходит тот момент, когда в стакане неопределенность. То есть, ТММ просто начинается возить. Тот самый боковик после любого пробоя. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Рисуется треугольник. Рисуется треугольник. Глобальное понимание того, что шартисты до сих пор еще все не вышли, есть, но есть также понимание, что оно может произойти вот так. Там выступить лишних лонгистов, их слишком много. Какую-нибудь просто такую вот свечку взялось и пойти откупаться. Поэтому я подкидываю в пробой вот этой, так сказать, треугольничка половину объема. Понимаю, что у нас возвращают за 0.2 и тут его, в принципе, добавляю. То есть, просто уменьшаю риски. Да, в конце там получилось из-за этого, ну, там, может, пару тысяч меньше прибыли. Но это уменьшает в целом риски и помогает, так сказать, более спокойно стоять в позиции. Плюс надо понимать, что если оно импульсом пойдет сюда, мне вкатит без убыток, на такой объем там стоять уже без убытки неприятно. Тоже очень волнительно. Как его закрыть, думаешь, и так далее. Вот поэтому можем на видосики глянуть. Я его тут подскидываю. Вот у нас там маркеттосик вроде даже стоял. Да, вот он маркеттос стоит, ровно по нижней границе. Ну, в среднем тут на один тик примерно 20-40 тысяч ликвидности приходится. То есть, наставляют. Тебе, чтобы контролом закрыться, нужно, грубо говоря, там, 10-12 тиков. Грубо. Вот тут на самом деле типа ликвидности побольше, но надо понимать, что это в боковике, когда стакан разряженный. Опять же, где ликвидка образуется? Там, где что-то защищают. Но ты же не будешь выходить от той области, которую защищают. Ты будешь выходить только если что-то пошло не по твоему плану. Вот, маркеттос, это чел, который тут просто наспухивал две стороны своими лимитками. No way, no way. No way, и бам. Ай, больно. Больно. Скинулся, да больно, да неприятно, да вкатило. Никогда не вкатывала, а ша вкатило. Вот, добавляю соточку, что-то еще полтосик докинул, еще отлорочка стоит в треугольник, ну треугольник глобально вернули, можно наклонку полою перепровести, вот такую сделать ее. Вот, и в принципе могло продолжиться. Ну вот оно сразу закола с возврата за 0,2 выворачивает на пробой хая. Опять-таки, за хаем не происходит, прям ускорение, которого я просто жду, просто молюсь, что оно вообще с палкой полетит на 10%, даст мне денег, потому что рядом нейроэфир, который летает по 5% минуткой. Вот, он менее ликвидный, логично. Вот поэтому я все, что делаю, это просто стою. У меня не было какой-то четкой цели по, так сказать, отметкам на графике, я не понимаю, вот 0,2, насколько может развиться пробой. Настолько рассеянный, как может развиться пробой от 0,1. Есть какая-то четкая отметка, где остановится? Нет. Если в прошлом пробой не было понимания, что выше 0,15, и перед ним скорее все будет какое-то торможение, тут такого понимания нету. Поэтому просто ориентируюсь, так сказать, на чути. Вот. Глобально жду ускорения. То есть, если будет ускорение, будет поздание открытки, понятно, что конец движения. Слушай, а глобально тебе характер движения нейро не напоминает ноткоин? Вот я сейчас сижу, вглядываюсь, думаю, думаю, напоминает, только нот был еще лучше, я бы так сказал. У меня в голове просто флешбеком, для понимания просто ребят, Матвей тоже один из преподавателей на индивидуальном обучении, и мы сидели, разбирали парня, его сделки по ноткоину, и космическое сходство. То есть, то, как цена себя ведет и в стакане, и... Даже ценник, даже ценник, знаешь, чем прикол. И ценники, да, да, да. Но ноткоин... И вот у меня прям, знаешь, вот эти флешбеки, как мы с тобой сидим, вот разбираем парня, и то, как он торговал ноткоин. Вот прям, как будто вот один в один, только исполнение, разумеется, гораздо более качественное, объемы другие. Есть такое, но мне бы нот понравился побольше, я так скажу. Он пошел за три дня, за четыре дня, за пять дней, так хорошо распампился, не останавливаясь, где не было прям каких-то... Вот в ноте я бы не думал, ага, а сейчас я в хай пихаться не буду, потому что сейчас всех просто насадит, я буду во всех крыться, там, более... Слушай, давай вот так, ты с чего больше заработал, с нейро или с нота? С нейро. С нейро. Значит, ноткоин был проверкой, подготовкой тебя к нейро, вот и все. Да, да, да. Оно растет, вот появляется опять этот чел со своими лямами, который их двигает. Вот я стою, оно ничего прям не ускоряется, не летит, нет такого, что я ждал прям вот палки, и она вот мне летит в лицо. Нет, я сижу, молюсь на нее, но ее не происходит. Вот, и поэтому я прибегаю к нашей любимой наклонке. Вот наклонка, я понимаю, так, нас начинают вести по этой наклонке, вот тут можно увидеть, ровно, 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 вот 0,2, коснулись, начали вести, понимаю, что у нас в целом движение будет развиваться по ней. И когда я понимаю, что вот, вот сейчас будет момент, когда я выйду из позиции, понимаю, что в принципе в этот пробой этой наклонки можно скинуться, пока по ней везут, я буду стоять. Там возможно было неправильным скидываться всем объемом, но когда ты рисует там уже какую-то большую прибыль, ты уже думаешь, где ее закрыть. Вот, потому что объективно как бы рисует деньги, почему ты их не кроешь. Вот, при счете, что движение прошло с пробоя хая, ну там, сколько процентов, даже давайте отмерю, чтобы не быть условным, ну, 4-5 процентов. В целом, минимальное того, что я ожидал, произошло. Подходим к наклонке, к наклонке, сверху ставится маркитос, и я такой, ай, ну оно все уже, почти 5 утра, вот просто бэн скинул. Заново. Скинул в 5 утра. Да. Подставилось в 5 утра. Ну, оно не 5, но почти 5. Все. Да, оно уже отросло. Да, можно было лучше. Но я прям говорю, это такая сделка, где ты не видишь конкретного... А надо кексом еще думаешь. А надо кексом еще думаешь. А кекс я планировал крыть на 25. Ну, типа, я специально на него заходил, как бы прям на инвест, прям реально широкий стоп и на инвест. Вот, те самые сделки. Ну, вкатил и вкатил, как бы, этот кекс. Бог с ним. Но, если бы еще, как бы, я кекс нарисовал там, было бы приятнее. Вот, поэтому вот такая вот сделочка. Красота. Переходим к следующей сделочке. Следующая сделочка это вкативший... Суе. Да, прибыль. Да, Но было неприятно. Скажем так. Вкативший рекорд? Это рекордная сделка могла быть? Если бы она чуть-чуть выше пошла, то да. Контекст. Суи, хай, хай, суи везут там 200% отлоя, полтора месяца к этому хаю, двойку пробиваем, вниз идем. В итоге подходим, ставим кацание и через там дней 5 мы подходим к этому хаю. Я понимаю, это отдыхал. Я прошли свой рекорд на пробои взял вот на этом пробои по суе. Я думаю, так, ситуация синонимичная. Честно сделать просто один в один. Там было, скажем так, сделка более быстрая и здесь более длительная. Давайте перейдем по пятиминутку более локальный таймфрейм. Вот этот хай. Вот мы даже локальная проторговка есть под хай. Все, что для жизни нужно. Локальная проторговка. Вот. Ну, как видите, оно не пошло куда-то прям высоко-высоко, поэтому сейчас будем смотреть. Те, кто подписан на Телеграм уже видели эту сделку. Причем здесь продублировано. Ладно. Короче, выглядит она вот так. Как полтора процента. Выглядит как, ну, что такое полтора процента глобально? Ничего. Но, но, цель была дотянуть сделку. Понимаем, что, скорее всего, с таких сильных хайов прям, а чтобы вы понимали, там, прошлое АТХ у нас был, ну, наверное, весной. И с этого момента прошло 200 дней. То есть, это не то, что там Панера, там, 12 дней. Я ждал прям кого-то больше. Движение понимает, что это Суи, понимает, что ликвидная тяжелая монета. И то, что, скорее всего, ну, не получится ей пойти сразу. Дал позиции постоять. Половиной. Стоял, 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 вышел в пробой лоев. Не вышло, оно меня закрыло по стопу. Вот. Сейчас посмотрим видосик. Тут в целом все раз, два, три, четыре, пять, шесть. За шесть минут и вход, и выход половиной. А пасуешь еще плечи хорошие? Хорошие. Панерикс тоже хорошие, только потом заметил, что там тоже десятые. А торговал на пятом? Да, я торговал еще на четвертом. Я в стакане пошел, поставил четвертое. Я такой, ну, какая на этом помойке может быть плечо? Даже в личный кабинет не буду заходить, смотреть, какое там плечо возможно. Поставил четвертое, все. Потом такой, через какое-то время такой, подкрутил на восьмое. Ага. Дает столько же. Подкрутил еще. Ага. И такой, я такой, а это можно было, то есть вот так, да? Вот. Там можно было как по своей грузиться. Ну, не можно, там стакан не такой, то есть если по своей птике тут, не знаю, по сто тысяч стоит. Тут быстрое начало видоса. Локалочка, стоит отложка. Отложка стоит сразу же на мужской объем, по-моему. Сколько там? Триста, по-моему. Плохо видно. Да, мне тоже плохо, мы сейчас увидим, когда ее заберет. Видите, мы экран с тяжеловесами, совсем другие монеты открыты, потому что сую я именно отношу к таким монетам, там, подбираю на проливах пару. Бам, триста тысяч, регает отложку. Идем, идем, идем. Сверху какие-то завальчики, сверху еще глобально два и два. Вот как бы добавляйся, сколько хочешь, куда хочешь. Дотыкнулся сюда. Здесь, в принципе, не было, не было углы какого-то устоявшегося мнения по объему. Я не вот изначально примерно там понимал, да, хочу зайти на много. Не было какого-то четкого. Вот насколько мне цена там позволит, да, с точек зайти на столько, я и зайду. Что-то чуть-чуть в ноль подвкатывает. Думаю, мы сейчас можем эту локалочку протестить. Как бы ситуация хорошая, можно риск как бы взять чуть-чуть побольше, я, в принципе, не боюсь. Представляете, что для этого были там две похожие сделки, которые, ну, пошли. Здесь ситуация еще и сочнее. Идем. Идем, идем, идем. Вот. Дозабирает от ложки. Дозабирает, я сказал. Сейчас помню, просто прокинем. Да. Дозабирает. Вот в сумме, на самом деле, вообще было не страшно стоять, потому что, понимаешь, что в стакане ликвидности просто жопой жили. Стоим. Я такие монеты люблю. Рипл. Это как рипл тоже. Ну, сейчас рипл подыряеве, правда. Еще вкрутил. 2.2. Ты сколько-то уже почти лям стоишь? 900. Ну, вот до ляма дотыкался. 978. Ну, вот чуть-чуть, какую-то отошку, 30 тысяч добавил. Все. Как бы, да, можно было зайти на этот объем раньше, но просто поймите, на большой объем легко заходить там, будь то, не знаю, для вас, не важно там, в деньгах, в плечах, допустим. Вам очень сложно будет зайти именно в одну точку на большой объем. То есть, сложно в 20 плечей или 30 плечей поставить в одну точку и сказать, я захожу вот здесь. Очень легко добавлять большой объем в зеленку. Это как бы этакий лайфхак. То есть, если вам нужно брать большой объем, просто потихоньку добавляйте в зеленку и вы его доберете. Именно поэтому я добавлялся здесь так вот скажут. Добавление в УШХ, смысл, там уже мы уже от уровня прошли, там почти процент, но глобальное движение не развилось. Я не добавляюсь в какую-то летящую палку. Я просто добираюсь все еще в развитие движения. Просто мне в зеленку добираться намного легче. Важная ремарка, Матвейчик. Это для ребят, у кого опыта поменьше, там, думаю, ребята поопытнее тебя все поняли. Ключевой минус добавления в зеленку в том, что ты портишь себе среднюю цену входа. И надо четко понимать, где это можно делать, а где это нельзя. И тут как бы целый ряд тоже отличий. Да, но здесь ситуация располагала, я бы так сказал. Ну да, да, сто процентов, сто процентов вообще. А так ты как бы на все сто процентов прав. Стоим, стоим. Я понимаю, что по сути даже там 2-3 процента это уже довольно хорошее движение. Как бы да, оно должно пойти развиваться больше, но глобально на такой объем пару процентов уже хорошие деньги будут. Меняю в стаканах больше латаж, потому что по 100 тысяч закрывать этот объем будет очень долго на хай, могу не успеть. Стоим, стоим. Вот я что-то меряю в стакане линейкой, как там будет выходить. Если что. Вот график посмотрел так. Стою, 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 стою. Подставляют еще. Начинает идти на перехай. Вот до сих пор стою. Молчание, потому что в стаканах просто ничего не происходит. Мы стоим, я пытаюсь подумать в моменте, помню такой небольшой вставочкой своей мысли, я такой думаю, блин, а вдруг оно сейчас реально палку там, не знаю, 10 процентов сделает, я там, не знаю, вообще такой рекорд закрою, просто пойду отдыхать. Знаешь, такие навязчивые мысли, которые ты думаешь, блин, ну вот сейчас вот что-то вообще будет прям невероятное. Самое плохое, что чаще всего, когда эти мысли есть, ничего не происходит. Да, да. Происходит именно тогда, когда ты реально этого не ожидаешь. Самое плохое, ты в эти мысли веришь чуть-чуть. А хочется верить. Да, конечно хочется. Всем хочется большего. Дай хотя бы хлеба. И тут кажется, что стакан такой какой-то неактивный. Да, неактивный, но потихоньку-то ползет. Как бы уже неплохо рисует. Нормал даки. Нормал даки. Ну, глобально это, представь, процент пробоя всего. Ну, да, 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 да. Там полтора, не знаю. Вот он начинает делать то, что я хотел, чтобы он делал, начинает подускоряться, чуть-чуть как-то. Начинает делать деньги. Да, начинает показывать деньги. Так, еще чуть-чуть, уже можно Ешку взять. Вот ставлю лимитку. От лимитки, конечно же, разворачивается. Я лимитку реализовывать, а она не собралась. Опа, реализовала. Чуть-чуть прикрыл. Уже поспокойнее. Стоим, 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 стоим. Сейчас будет ключевой момент, когда подставится маркетоз. Вот он. Тут я думаю, ага, я прям, тут даже можно, я думаю, звук включить. Я думаю, на видосе будет слышно то, что я скажу в чат. Там очень важно. Даже интересно. Ты не услышишь, скорее всего. Ты не слышишь звук с этого. А, я на запись вырезал звук. Не получится. На моей записи звук вырезал. Ну а что, что сказал? Я в чат говорю ребятам, то, что сейчас эту плотность он должен вкинуть и полететь с квиз. То есть, какое предположение? Он эту плотность берет и сейчас вкидывает. И начинают выходить вот типа те самые шартисты, которых я жду. Но противоположность какая? Если он эту плотность не вкидывает, значит, он выходит прям по этой цене. И дальше стоять нету смысла. Поэтому я в эту плотность скину объем еще. Бам. Все. Осталось полляма. Половину позиции закрыл. На этом видос заканчивается, потому что на оставшуюся половину я как раз стоял. Стоял долго, наверное, день. Мне кажется, около того. Что ты показываешь? Два часа. А, линейка в другую сторону. Короче, вот. Двенадцатое число. Четыре дня. Выход. Двенадцатое число. Странно. Я настолько погрузился в твою сделку, что я даже забыл, что она закончится стопом. Выход. Тринадцатое число. То есть вот оно. Выход. Просто планировал крыться за 2,3. Вообще сначала была идея прикрыться перед 2,3. Бля, по хаям вообще приятненько давало. Да, да. Идея была прикрыться перед 2,3. Больно или отпустил? Отпустил. Нет, отпустил, отпустил. Знаешь, было бы больно, если бы оно пошло, мой стоп поцеловал и развернулось. Оно такое пошло вниз. Я такой, ух, ну я был прав. Типа это глубокий ретест. Вот. Планировал закрыться выше 2,3. Думал, какой-то может импульс последует. Который в итоге и последовал. В итоге здесь чел потом реализовал объем. То есть вот оно, то, что я ждал. Как бы просто, так сказать, времени прогадал. Вот. Слушай, если бы в моменте маркитос бы этот кинул, ты бы закрыл фулл пачку? Да, вообще без вопросов. Я именно этого и ждал. То есть там, к сожалению, звук вырезан. Но я вот именно этого момента и ждал. То есть я уверен, что это была бы просто не одна пачка. То есть если бы он начал так агрессивно выходить, он бы вкинул одну, его бы подхватили. У нас бы полетел куда-то сквиз, но глобально мы бы, короче, пробили на процентов 5, мне кажется. Я бы такой... Ему налили. Ему налили. Но ему налили очень быстро. И при счете, что я потом там общался с другими трейдерами, и так получается, что мы все просто в него вышли. И в него просто все повыходили. И возможно, если бы никто в него не вышел, он бы такой, эх, ладно, кидай. Но в него сразу же все налили, потому что стояли в эти дневки, я уверен, что многие. И все такие... Да, вспоминается мем про Родиона Одинцова. Ну да, да, посмотрите, как я спокойно стою и не дергаю. О чем речь? Дальше... Ну в целом вот, три сделочки посмотрели. Сует чутка с горьким послевкусием. Чуть-чуть абсолютно. Вот. Но есть, что есть. Следующая, так сказать, сделочка по процентажу самая большая, но это... Турбинка, турбинка. Да, это на самом деле процентаж седается, потому что глобальный объем сделки, ну вот если считать добавление выхода и входа, мне кажется, кумулятивный объем там в раза два больше, чем изначальная позиция, может и в три. Потому что если в реальности считать, вот где я выходил, 15%, на одну пачку 8%, на другую пачку 15%. Все. Остальные это добавочные. То есть я нигде не скидывал больше основную пачку. Поэтому процентаж размывается из-за того, что куча сделок, внутри одной сделки. Если был бы другой счет, я бы додумался с него поторговать, но там Макекс не был таким ликвидным. Возможно, там я бы оставил этот счет. Стоять, и мы бы увидели красивый процентаж, они вот кажутся, ну 3%, а что там 3%? Ну как почти рекордная сделка, там может быть 3%. Ну вот из-за того, что много входов и выходов. По Турбо такого не было. В этом плане, наверное, самая чистая сделка от входа до выхода ни одного скидывания. Но она также одна из самых потных, потому что Турбо была очень... Вот эта самая пустая монета из этих всех, она, не знаю, мне кажется, там... чем-то похоже на какой-нибудь риф, не знаю, на хаяк по ликвидности, или даже хуже. Какая логика? Если мы посмотрим на график Бинанса по Турбо, то никакой причины, кроме пробоя 0-1, мы в принципе не увидим. И вы скажете, смотри, ну что это за сделка-то, как ты стал, так долго стоял, что это только одно круглое здесь пробивал. Но в реальности, в реальности, те, кто, так сказать, проресертили чутка Турбо, они знали, что эта монета изначально входила на Акексе, и только потом ее залисили на Бинанс. И из-за этого мы не видим всю историю монеты. А вся история монеты выглядит вот так. Большая проторговка и АТХ по 0-1. То есть, вот оно. Ну тут не дошли до АТХ, ну буквально процент 2. То есть люди уже это там затянули 500 процентов, представьте, там тоже на объем какой-нибудь челс тревел слоев, прикрылся перед 0-1, все прикрывались, пошел откат, который длился 70 процентов, между прочим, как бы довольно сильный откат, не 20, не 30, с коррекцией 70. И с возврата мы прошли это пробивать. Поэтому на Бинансе это выглядит вот так вот, как вход в пустоту, но в реальности это уже был еще АТХ на Акексе. Вот. И уверен, что здесь шарсисты тоже стояли, которые шарстили от 0-1. Вот. Поэтому, собственно, была такая вера, такая идея в сделке. В сделке заложено. Вот. По входу. Это знаешь, на мой взгляд, вот я сейчас слушал, 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 можно упростить. Вот иногда просто гребаные неликвиды пампятся с ничего. И есть тренд. И просто по пустому стакану начинают пампить. И вот в чем прикол. Это просто, знаешь, когда вот у нас в базе знаний много вот есть разборов из разряда, вот как у нас это в комьюнити, там Витя любит называть, памп в ниточку. Да. Или памп в полосочку. Вот просто без откатов идет и идет и идет и идет. И это фишка чисто вот неликов, у которых при этом низкая оборотка. То есть ты много не зайдешь, поэтому ты вынужден заходить на поменьше. И, ну, смысла выходить нет, поэтому все заходят и все стоят. Вследствие там очень редко возникают какие-то значительные коррекции. Да, это типа вот кажется такая вот логика. Купил на пару тысяч, а потом открываешь, а там тебе, не знаю, тысячу процентов рисуют. Ты такой, о, ну, на больше я бы не купил, честно. И так думаю... Сейчас еще в комментах напишут господа лудоманы. Не, ребят, в этом тоже есть логика, как бы, просто нюансов достаточно много. И их там сидеть сейчас на ролике, объяснять, как бы, кто хочет, там есть база знаний, зайдите, возьмите, купите, посмотрите. То есть, потому что только одну вот эту теорию того, почему нелик, он вот так вот пампится именно в полосочку без резких коррекций. Там очень много времени можно потратить, объясняя это. Вот. Но основное мы сказали. Основное мы сказали, почему это происходит. Да. Можно миллион просто аргументов тяжелых придумать, но зачастую все бывает достаточно проще. Да. Вот. Поэтому ситуация такая. И что еще хочется добавить? Из-за того, что это нелик, из-за того, что он пустой, в нем процентаж ощущается гораздо быстрее. То есть, 10% для турбо, это как, не знаю, из-за разряда суй пройти процентов, ну, я не знаю, 2-3, наверное, так. Может, процента 2 пасует, то же самое, что по турбо 10. То есть, турбо настолько пустой, что 10% разогнать, как нефиг делать. То есть, и участнику, и там простым, не знаю, лудоманам, там, потыкаться пару раз на графике, пару раз отступиться, там, ликвидные стакани собрать, график вам пануть. Вот, поэтому процентаж, соответственно, больше, но и объем меньше. Вот. по сделке. Я такой маленький тезис интересный скажу. Давай. На неликвиде, на котором мало ликвидности, потому что что? Потому что он неликвид. Каждый выход человека это возможность зайти для другого. Поэтому, даже если есть какая-то коррекция, они мгновенно быстро выкупаются. Если это действительно то самое движение, и вы нашли то, что надо, а не какую-то лудоманскую историю? Yes. Тут видос не прям с самого начала пишется, но я, потому что он записался, нет, он писался с самого начала, просто был сосредоточен там, бэс на другой монитор. Вот. Мы сейчас видос посмотрим, все отлично. В принципе, там чуть-чуть позже, чем сам вход начинается. От чего вход? То есть, изначально я понимаю то, что скорее всего не будет чистого пробоя. Это турбо. Посмотреть на его график, который 40 раз, вот, хай, раз в кол, два в кол, три в кол, четыре, пошли, вкатили, перевкатили, скорее всего, прям чистого движения не будет. И поэтому как бы не существует такого движения там на таких нереках, когда оно просто пошло, дало тебе зайти, ты стоишь, тебе не вкатывает, и можно на объем зайти. Оно, конечно, все такое, что-то хитренькое, и это нужно пытаться разгадывать. Вот. Какие-то свои там пишечки выдумать там про то, что мы часто говорим там тоже на обуче, что не всегда стоит придерживаться четких правил. Если вам там сказали зайти в уровень, а выйти там снизу, то, не знаю, это не всегда будет правильным. Вы всегда должны добавлять свои какие-то небольшие правки, небольшой там, не знаю, какой-то, знаешь, чипотка специй, что-то типа такого. Слушай, у всех, в принципе, там разное исполнение. Даже одна и та же ситуация, она может быть исполнена абсолютно под разным углом. То есть, другой вопрос в том, что мы с тобой достаточно похоже, в принципе, воспринимаем рынок, но там, я скажу, тобыч пиарю. Почему, почему, в принципе, там, в состав преподавателей берется не один преподаватель или два, вот на примере, почему берется сразу несколько? Это люди, которые зарабатывают с рынка, при этом имеют немножко разный взгляд на те или иные ситуации, зарабатывают на них все. Просто вопрос, как она исполнена и как человек в моменте улавливает контекст, потому что его торговая стратегия и образ принятия решения в моменте, он отличается. Да, но на выходе всегда там, допустим, все заработали, хотя бывает такое, что в одной точке там, можем стоять, не знаю, всем нашим составом в разные стороны, один в шорт, другой в лонг, а в итоге в конце смотрим, ну и тот, тот заработал, правда. В какой-то ситуации был прав, другой нет. Даже вот, знаешь, сколько бы там нашей торговли с тобой не было похожа, я все равно чувствую, что, к примеру, мне больше нравится там жесткий хаос на рынке, когда это все органично, динамично, как это сказать, в ритме техно, то есть я там включил техно себе, да, 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 включил техно, и ты сидишь, как наркоман, просто три часа, лонг шорт, лонг шорт, лонг шорт, тык-тык-тык-тык, процентаж, туда-сюда, туда-сюда, либо же, если это какой-то скам, и ты выжидаешь неэффективность, это сидишь, 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 бам, 10 минут прошло, бам, летит свеча на 10%, поднял, полетели, все, заработал, все, дальше сел, успокоился, опять слушаешь, 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 бам, опять свеча, опять заломгил, поехали, когда у тебя очень широкий пул ситуации, и ты действуешь из состояния хаоса, потому что я в этой сфере, в этой среде, я себя настолько замечательно чувствую, потому что, когда много хаоса, это зависит, знаешь, от какого-то некого психоэмоционального состояния, гибкости твоего мозга, твоего характера, не знаю, как это сказать, но это не зависит от профессионализма, это вот именно что-то внутреннее, потому что даже опытные ребята теряются, и я понимаю, что в этом моменте, когда хаос, у меня какой-то азарт просыпается, и мне нравится в моменте у людей деньги забирать, когда вот такое происходит, то есть, потому что я чувствую себя как рыба в воде, да, там у ребят там фома, а я это фома еще там люблю и подразогнать, там ребята, что вы сидите, ничего не делаете, ну это уже так грубовато немножко, но... Такое редкое. Да, 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 но такие периоды есть, возьми там, когда там Scum USDT, Scum USDC, Luna, USTC, FTX, то есть, я себя просто чувствую настолько замечательно. Это, знаешь, человек просто очень сильно зажимается, когда боится, что потеряет деньги, а я такой, как это правильное слово, трикер, или как что-то еще, я такой, ну если все равно все потеряем деньги, то я буду зарабатывать быстрее, чем буду их терять, то есть, у меня, у меня реально была такая, я объясню, смотри. Про FTC типа, да? Да, да, не про FTC, а про, когда USTC Scum он скамился, он скамится на 20%, я такой, который еще был UST, правильно? Ой, не, USDC, он тогда сколько, на 15 или 20% просел, я такой, господи, какая простая задача, мне просто надо заработать 20%, чтобы мой счет был ровно таким же, как типа 20% назад. Какая простая задача, посмотрите на эту волатильность. Ребят, что в этом перекладке, что-то еще? Я просто заработаю, у меня счет будет ровно такой же. А если USDC как бы вернется на место, то у меня счет будет в плюсе на 20%, я еще и прикурюсь с этого. Да, у меня мозг просто как-то активизируется в эти моменты. А ты видишь, тебе тянуть на большой объем, ты как-то вот очень быстро вот этот стеклянный потолок пробил, потому что я вот долблю-долблю. Меня просто изначально приучили, что все позиции внутри дня, скальпинг – это основное наше как бы преимущество, и риск-ревард – это уже там отход от скальпинга, это уже менее контролируемый процесс. И мне в связи с этим очень тяжело там ложиться спать, там перенося позиции более там 100-200 тысяч долларов, поэтому если я и захожу в какую-то позиционку, в которую я очень сильно верю, я стараюсь сидеть за компом. А представляешь, что такое сидеть 16 часов? ну типа у тебя плавник начинает. Да, надо спать, и даже не потому, что спать, потому что спать хочется, а потому что взгляд уже не такой трезвый на все происходящее. Я думаю, ты это уже тоже познал на себе. Да, я говорю, вот сидел, торговал там ночью, у тебя уже просто нету сил, просто нету сил. Лишние ходы, вот там проторговка там какая-то, ты начинаешь там, а подзайду, а подвыйду, и ты в среднем была бы сделка днем, я бы такой так, вот то, как я рассказывал там в начале видео, поставил алерт тут, поставил алерт там, все, я ушел, вот не знаю куда, ушел кушать тортар, типа такого, а ночью ты ложишься спать, думаешь, сейчас я, сейчас я лягу спать, из-за того, что уставший, не встану на алерт, не закрою позу, поэтому наставлю кая алертов побольше и проснусь на каждый хай, чтобы точно, знаешь, типа не пропустить. Типа знаешь, это из того, что когда меня еще там обучал, там та фишка про то, что мы там сидели до Талова там торговали, что-то там постоянно, а мне, знаешь, что-то, что? Это фишка у меня тоже неспроста так, она мне тоже передалась, это как бы фишка с наследованием, она мне в свое время передалась от Валька и там любой ответ, я такой, Валя, там я что-то устал, я, наверное, переторговал, что мне делать? Да просто садишься и ебашешь, ебашешь жестко. Вала есть? Все, сидим, сидим, смотрим. Вала есть, да, сидим, смотрим. Нету Валы, сидим и ждем Валы, нет других вариантов, только так. У меня такое есть, нету Валы, я могу не сидеть, но когда есть Вала, я понимаю, что мне не нужно торговать, я такой, так, ну есть Вала, как понять, не нужно торговать, я вот сейчас не понял, что это за мысль? Вот, кстати, ты вот эту мысль, типа, считаешь частью какой-то своей философии, типа, ты ее передаешь или нет? ну типа, прошло много времени, камон, ты уже далеко не мой ученик, ты в преподавательском составе, ты учредитель проекта, ты эту мысль ребятам передаешь, переносишь, как бы, или ты наоборот считаешь ее более деструктивной? с точки зрения ЕБШ, я даже раньше помню, когда я в канале писал, может, знаете, полгода, год назад, какой-то движ, я просто в канал написал, да что вы расстроились, что не взяли, тут еще Вала, весь рынок летает, можно взять, у меня всегда было там, знаешь, странное ощущение, когда там заходишь в чат, Вала, а все сидят, что-то обсуждают, вообще другое, я такой, да все просто, вы что, блядь, сидите, все заволчали, все торгуем, все говорим, собрались быстро, да, да, вот, нотка жесткости, которая порой, типа, людей там отрезляет, они такие, а, вот это мы вот этого ждали, ага, значит, собрались там, пошли думать, там, размышлять, что вообще работает. Я, кстати, тоже стараюсь эту историю ребятам передавать, потому что ЕБШ 24 на 7, это то, что позволяет тебе в краткий срок получить результат, а в результате того, что ты там заработал денег, у тебя происходит положительное, там, закрепление на уровне, там, дофамина, вот, тебе мозг смотрит, денег больше стал, тебе мозг, хоп, дофамина дал, и у тебя происходит такое закрепление, типа, я сижу там, ебашу, торгую 24 на 7, хоп, я чувствую себя хорошо, я герой, я достигаю, я убил мамонта, принес домой, как бы, и вся моя семья сытая. Да, вот почему, знаешь, там люди ходят в тренажерный зал, и, ну, очень быстро его бросают, потому что мозг не получает вот этого дофаминового подкрепления, ты каждый раз ходишь, там, полгода смотришь на себя в зеркало, и у тебя ничего не меняется, вот почему там, я не помню, где я это уже слышал, там рекомендуют, там, за 10 минут, там, до того, как ты выходишь из зала, прийти там, попампить руки, попампить плечики, чтобы ты, когда в зеркало посмотрелся на себя, у тебя там плечи залитые, там, руки залитые, там, еле там разгибаются. и ты такой, блядь, ну, ты ради этого я хожу в зал, на самом деле, в трейдинге, банки накаченные, можно провести налоги, допустим, вспоминаешь свои, там, полгода первый, год торговли, но вот ничего не получается, делаешь, 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 а в реальности, там, эти знания у тебя откладываются, насмотренность появляется, 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 потом что-то щелк, и ты начинаешь, там, это все применять, и это не бывает такое, что ты прям, знаешь, у всех такая картинка, пошел в трейдинг, там, ничего, не знаю, ничего, сел, сразу начал зарабатывать, такое редко бывает, вначале, там, я даже так, может, очень такая броская фраза, но я позволю себе ее сказать, то, что, наверное, 95% людей, первый полгода-год, приходя в трейдинг, сидят, ковыряются, теряют, стоят на месте, типа, ну, мы, я уверен, типа, Саша тоже из такой же, там, мы из одной, так сказать, тележки, которая, там, не знаю, первый год, может, какой-то косарь ковыряли в стаканах, ничего особо не получалось, то есть, трейдинги, в принципе, такое же, и большинство и уходит сразу, а вот и нет, а вот и нет, я был молодцом, у меня на седьмой месяц результаты пошли, но до седьмого месяца, я с седьмой месяц, все равно, иначе не сказать, седьмой месяц, да, это как бы, там, для людей, не знаю, условно, ты присайв, там, по сути, ты проторговал, там, чуть больше полугода, да, без там результата, там, а жить надо? Ну, это сходу, это сходу полгода, это было ебаша, то есть, в эти полгода, результаты не видно прям, да, просто есть разница, там, как бы, торговать 8 часов в день, к примеру, там, на протяжении года, или по 16, 17, 18 часов, там, в сутки, с хрен пойми, с новым, с хрен пойми, каким режимом графика, но вот это сокращение срока, оно происходит за счет того, что ты больше сидишь, и щелкает у всех в разные моменты, самое, знаешь, наверное, грустное, это то, что там, и ты, я как преподаватель, на самом деле, мы людям можем, первое, дать знания, и помочь найти ответы на вопросы, вот, и все, это все, что мы можем. в том числе, в принципе, этот срок, там, сокращается, потому что, вспомни, там, я первый раз пришел в трейдинг, может, ты в него попал, ты качественно, я помню, раз там, листаешь рилсики, видишь, о, успешный успех, люди показывают, то, что лежат на риле, рилс-ройсы, яхты, я такой, так, я верю, я верю, я пошел регнобайбитка, регнобайбитка, вот, потыкаюсь, сейчас что-то получится, и вот ты сидишь, и как бы, эта штука, как бы, просто у тебя убивает время, и в том числе, там, то, что мы делаем, там, продукт с обучением с базой, это вот этот этап, когда ты можешь просто уйти, большинство уходит, потому что, там, тыкнулись, ничего не получилось, а еще и деньги потерял, обидно, это же не бывает такое, что, как бы, есть точка безубыточности всегда, это, как бы, всегда риск, как бы, ложная система ожиданий, это, знаешь, видосы, можешь прямо сейчас открыть YouTube, и, там, не знаю, на ролик попадет, One Day of Billionaire, а какой автор, скажем так? Да, без разницы, в принципе, какой автор, One Day of Billionaire, это короткие ролики, типа, там, минуты 3, 4, там, яхты, самолеты, типа, ну, показывают жизнь, вот эту, ту самую жизнь с картинки. Ну, окей, вот, там, допустим, просто, чтобы... Когда человек еще, типа, с трейдинга не заработал, ну, типа, вот это все, все эти самые... Вот. Day in my life, Day in my life, Хуракам, Нью-Йорк, Галлионер лайф. А если вот еще тут написать такую штучку, допустим, вот так. Трейдинг. Он дается трейдинг лайф. Нет, ну, это... Во, ну вот оно. Во-во-во-во-во-во. То есть, если мы просто... Конечно, что мы делаем, то смотрим ринца, но это, в принципе, вот представление людей, которые так и пришли в трейдинг, выглядит вот так. Зашел, много цифрок, много всего. О, а потом Rolls-Royce, ресторан, и ты такой, ну, все, вот я вот так же сейчас тыкнусь пару раз, и буду жить так. Бля, вот ты ходишь в клубы? Давай на чистоту. Там так не выглядит? Знаешь, к чему я пришел? Вот, ну, типа, ты можешь и на тачке ездить, там, и в отпуск куда-то. Да, да, мы делаем это в основном, но это в основном в закрытую, это никуда там не выливается. Знаешь, к какому образу жизни я пришел сейчас? Я живу, хрен пойми, где? Между Москвой, между Москвой и Питером, в гребаном лесу, вот, вот для понимания, идет трасса, там платная дорога большая, там съезд платной дороги, и, сука, стоит огромный лес. И ты въезжаешь в лес, в середину леса просто едешь, и там частный пропускной пункт, шлагбаум открывается, и маленький-маленький поселочек. У меня справа, слева, сзади, сверху, снизу, везде, просто 360, у меня лес, ни заборов, ничего, у меня там утром просыпаешься, пьешь чай, кофе, у тебя белки по дереву бегают, просто бегают белки там, там, на подъезде, там, к нашей деревне, там, на подъезде к нашей деревне, там, медведя сбили, ну, не, реально, можешь, можешь с волками скорешиться, мне кажется, с мяса. Да, да, и, вот этот биллионер лайф, там, вот это все, вот, камон, самое крутое, что я пока что нашел в своей жизни, из такого, что, на мой взгляд, веет чем-то таким аристократичным, это баня каждое утро, вот у нас здесь, мы арендуем дом, там, 200 квадратов в лесу, живу я, девушка, там, кошка, собака, и ты утром встал, пошел себе чаек заварил, и пока там чаек заваривается, ты включил там электросауну, там, сауна растопилась, ты пока там кошку, собаку покормил, там, сам что-то делаешь, и ты вот с утра идешь в сауну, и это каждый день, и вот это просто, это что-то вот такое, знаешь, на дедовском языке, я на самом деле, у тебя поняли, это плохая штука, может, меня когда-нибудь перекроет, меня когда-нибудь перекроет, и я такой, мне срочно нужен хуракан, жизнь в небоскребе, 10 эскортниц рядом со мной, вот, но пока что, по-моему, жизнь в лесу, это прямо стадия преисполнения, типа, вот ты ты говоришь, а я такой, блин, а там зимой еще и снежок, и такое-то, ой, это очень красиво, на днях, ребят, всех с первым снегом, наверное, поздравить можно, там, выпал снег, трава еще зеленая, у нас ни забора, ничего, большие панорамные окна в доме, и ты смотришь, снизу травка, все елочки зеленые, прям свежие, как летом, все елочки, все в снегу, все в снегу, собака в снегу, и вот эта травка снизу, ну, как картинка там, из интернета какая-нибудь, короче, я просто, знаешь, что думаю, миф, огромный миф, то, что, трейдинг, это какая-то фулл свобода, ты просто со временем начинаешь понимать, свобода это кажется, когда ты вырываешься и закрываешь вот свои потребности в формате, ну, пирамида масла, потребности там, где есть, где спать, там, что, ну, все твои потребности закрыты, да, но потом ты такой чух, и ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это, по сути, нажимаешь на кнопку, как на заводе, меня сейчас работяги с завода просто захотят ударить, но глобально это, но то же самое, ты сидишь и во всех профессиях есть свой, как бы, негативный фактор, то есть ты получаешь какие-то преимущества, получаешь какие-то негативные вещи. Про деформацию. Да, 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 и в трейдинге это, ну, некая социальность возникает, то есть ты 24 часа сидишь там за компьютером, и все твои друзья это воображаемые друзья. Понятно, что можно выбираться куда-то там, в ресторан, там, к друзьям потусить или что-то еще, но когда ты делаешь ЕБШ 24 на 7, и у тебя полностью сбитый, как бы, рабочий график, у тебя друзья, естественным образом, они подсекаются. Это вредные факторы как для глаз, то есть это для спины, для мужчин, простите меня за подробности там. Это, ну, сидячий образ жизни еще не приносил пользы ни одной простати. Как бы, ну, это выпадание, как бы, да, как это органично сказать, это выпадание спорта из твоей жизни. То есть я просто привык к какие-то сферы в жизни там, ну, маньячить. То есть если я там трейдингом занимаюсь, 24 на 7, если у меня выпало здоровье, то я трейдинг откладываю в сторону и просто иду и привожу здоровье полностью там и целиком в порядок. Вот. Да, по философству или что-то. Да, да. Будем, ребятки, наверное, потихонечку завершать. Вот. Я думаю, что пока мы разговаривали, вы все уже на экране изучили эту сделку, вот, которая тут отображалась по турбо. Да. Ну, про турбо мы, в принципе, там все рассказали. Ребятки, всем спасибо, что послушали. Матвейчик, тебе спасибо большое, что все это дело показал. На текущий момент среди трейдеров, на текущий момент среди трейдеров, как бы, ну, достаточно немного открытых ребят. Ну, и ребят, хочу напомнить, что все ссылки там на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Матвейчика, ссылочки будут в описании, обязательно подписывайтесь на нас. Также в описании будет ссылочка на базу знаний, это большая база в телеграме, в которой таких разборов, как этот, вы сможете найти примерно на, уже на текущий момент 55 часов примерно информации, ну, видеоразборов такого формата, и там, и теоретическое, и практическое, и сессии, ама-сессии из разряда вопрос-ответ. И там, помимо меня, Матвея, есть еще также два преподавателя, это Игорь, в узких кругах знакомый, как спекулянт по-николаевски, и Виктор, Виктор Шорт. В узких кругах знакомый, как Виктор Шорт. Да, Виктор Шорт, знакомый, как Виктор Шорт. Вот. Ну, и приходите к нам на обучение, 25 числа у нас последний поток в таком формате, как я уже вам рассказывал, ролик об этом есть на канале. Все, а мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что досмотрели до конца, поэтому, если досмотрели, то, как всегда, в комментарии единорожку. Матвеечка, у меня предложение, а что если среди ребят разыграть одно обучение на тариф опытный? как думаешь? Интересное предложение. Я, пожалуй, согласен. давай попробуем, ну, камон, это, по сути, определяем только мы с тобой, давай прям договоримся здесь, в прямом эфире, давай разыграем один. Давай, давай, без б. Давай, давай тогда что-нибудь разъебное попросим у ребят. Ребят, расскажите свою историю, как вы пришли в трейдинг и почему вы хотите попасть именно к нам. Самые крутые истории, которые другие ребята будут читать, обязательно лайкайте, посмотрим, возможно, победителя определим по лайкам, но мы с Матвеечком еще посовещаемся. Да, я думаю, это, конечно, будет больше основано на нашем, так сказать, мнении, но я обещаю, что мы будем выбирать участника. Не предвзято. Да, потому что как бы все этот путь проходили, все понимают, что это такое. Ну, я думаю, справедливо будет также там подписка на YouTube канал и на Telegram мой, на Telegram Матвеечка. И 25 числа тот, кто выиграет, может приходить к нам на обучение. Сделаем все в лучшем виде. Все. Всем пока-пока. Всем спасибо большое. Пишите комментарии. Да, всем хорошего настроения обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok